Итак, мы на месте. 1349-й километр. Сейчас расскажем, как загоняли речку Малый Кидаш в трубу. И самое главное, что в этом необычного. Но сначала представим одного из героев дорожной стройки. Наш беспилотник буренку испугал. Видимо, она вспомнила, что НЛО обожают похищать коров. Ну а если серьезно, крупной рогатой мы снимали не просто так. Для него одна из трех огромных труб. Это переход под дорогой. Водители даже и не заметят, что коровник в полном составе отправился на пастбище. Вторая труба для речки. Строители вспоминают, что Малый Кидаш оказался большой проблемой. Никак не хотел течь в новом русле. Ну а зачем третий труба, нам рассказал представитель компании-подрядчика. Так как вблизи находятся сельскохозяйственные поля, было предусмотрено данный арочный свод составляет 7,5 метра. Соответственно, для проезда сельскохозяйственной техники такие, как комбайны для тракторов, соответственно, с какими-то оборудованием и с ними. Но это не единственный плюс гофлированной конструкции. Она прочная, полвека должна простоять, а строить по такой технологии дешевле и быстрее. Кроме того, на дороге нет швов. Кстати, они. С помощью ИО, начальника управления автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск, мы решили, так сказать, нарисовать общую картину работ на участке М-5 в Башкирии. Учитывая ту интенсивность, которую сегодня мы имеем, местами 25-30 тысяч автомобилей в сутки на подъезде к городу Уфе, естественно, требует реконструкции. Вторая техническая категория не справляется с той интенсивностью, которая есть. Почему мы проводим работу по реконструкции? Те работы, которые требуют работы не в теплое время года, естественно, мы заканчиваем. При наступлении отрицательных температур мы будем продолжать провести работу по устройству земляного полотна. А такие работы, которые связаны с устройством асфальта, бетонный флайд, мы практически закончили. И вот сейчас мы уже едем по новой дороге, и можно долго рассказывать, что она ровнее, шире, нет стыков. Но ведь гораздо лучше один раз увидеть с помощью аэросъемки. Это называется перевести дорогу в новую категорию. Из второй в 1Б. Скоростная. Полос больше, они шире, нет перекрестков, развязки. И еще много деталей. Освещение, разметка, разделительная полоса. На М5 сейчас несколько участков такой реконструкции. Цена вопроса 6 миллиардов рублей. А если посмотреть шире, то к 19-му году в нормативное состояние должны привести все трассы-башки. И вот уже на обратном пути в Уфу нас все-таки застал снегопад. Зимняя резина оказалась весьма кстати. На своей уже не очень чистой машине мы корректируем планы автопробега. Новая точка станции обслуживания снегоуборочной техники. В холодное время там настают горячие деньки. Погрузчик, подобно миксеру, отправляет смесь песка и соли в кузов. И такая работа полностью зависит от капризов погоды. Если нужна схема, загрузил, убрал, обработал, повторяется 24 часа, 7 дней в неделю. Хорошо хоть технологии помогают. А это управление ковшом? Это да, это пульт управления всего. Ковшом, заднего, россыпь, фары, мигалки. Все вот на эти пульты. Очень удобно сейчас стали делать. Он как сенсорный телефон. На кнопочку нажал, все. Кстати, техника, готовая выйти на борьбу во всеоружие, далеко не вся подготовка. Не каждый автомобилист знает, что на крайний случай разрабатывают маршруты объезда наиболее опасных участков, выбирают площадки для временных стоянок и готовят теплые помещения для отдыха рабочих, так сказать, не отходя от трассы. Если честно, мы хотели еще снять, как укладывают асфальт. Но делать это в такую погоду, когда идет снег, конечно же, нельзя. Поэтому в другой раз. В следующих выпусках. Расскажем и о многом другом, кто и что делает ради быстрого и безопасного перемещения по дорогам России. Редактор субтитров А.Семкин